Так вот, чем мне нравится моя работа? Тем, что я работаю качественно. Я работаю качественно. И вы, в принципе, покопавшись в моих сюжетах, можете увидеть Сурикова 11. Здесь находится Паша Базаров. То есть он машины делает, ну, просто изумительным образом, потому что он этим делом занимается. Причем, вы знаете, у него есть гарантия. То есть, если что-то с машиной случилось, ну, такие вещи, извините, тоже случаются, что краска где-то побежала, а где-то что-то... Ну, такие вещи бывают иногда. То есть все это дело переделали. А сколько таких людей существует? Я вам говорю, что таких людей очень мало существует. Как правило, они исчезают. Все они сделали, испарились. Но мы не будем говорить про сервисы. Но сегодня и сейчас Павел, во-первых, он организовал автоклуб «Феникс». Тот самый телефон, который я вам продемонстрирую. Вы можете позвонить, никаких проблем нет. И он сегодня своими силами, своими мозгами, своим умением вам предлагает посмотреть ту машину, которую вы будете покупать. Говорят, на базаре два дурака. Один покупает, другой продает. И в чем-то суть событий существует. Но другой, более интересный вариант – это интернет. Это вообще идеал тупизны. 90% машин там полный отстой. Полный! Новый типа, ну отстой! Это вы мне не рассказываете, пожалуйста? Последние два автомобиля я через интернет купил. И сколько там вонючек? Не сыскать! Но в Магнитогорске эта проблема решается простым звонком. Лучшему специалисту по покраске. Павлу Базарову. Сегодня и сейчас все убитые и коцаные машины он проверяет за, в принципе, копейки. То есть он видит, как самый крутой, покрашенный деталь и лазит туда, где вы не знаете. Не понимаете и не въезжаете. К слову о том, он так же, как и я, попал и на двигатель, и на коробку. Но, мало того, он залезет и в двигатель, и в автомат. Обмануть его не получится. Опять не верите? Ну хорошо, вот вам анализ его машин. Здесь, как будто тут шов. Или просто так шпаклевали. Может так же шпаклевали. Ну, оно видно, что оно красит. Ну да, тут и просадка, и покраски. Как бы я сказал, не особо-то, и хорошо сделал. Так, здесь вот уже угол совсем не бьется. Вот этот угол больше всего и достался. То есть везде такие. Ну, тут да, и видны следы просадки краски, спучивания. Вверх весь крылаш поклеванный. Так. А тут даже вот один слой бьется. Крышки не красят, она меньше. То есть прям по цвету подошла, да? Она же вот хорошо. Да, и он как не звучит, что хозяин сказал, он просто разборку скупил крышку. То есть из-за вот этих ребер, потому что приезжал уазик, он не стал. Так, бампер тоже. А пыл есть, ну тут он крашеный. Он крашеный, но он заводской. Есть мусоренки. Проем полностью ремонтированный, то есть там точки закрашены. Багажник тут все откручено, багажник заменен на другой. Цвет очень похож. Даже вот сейчас в лампе, да, такой первомутер. Здесь тоже слой один. Герметик заводской. Коррадирования никакого не вижу. Украсов нету. Так, здесь тоже герметик уже восстановленный. Судя по тому, что точек нету ни в проеме, ни здесь. Возможно, врезка. Надо глубже все разбирать, смотреть. То есть здесь тоже все подспаклевано. Проемчик подделан весь. Так, здесь тоже герметик не заводской. Тоже проем со шпаклевкой. Точек нету. Прослушал щупом слуховым. Шумит подшипник накидного ролика. Оттуда шум. С головки шумов нету. С ГРМ умеренный шум подшипников тоже есть. Он не темный, а наоборот это вот эмунсия светлая. То есть это неправильно. Итак, давайте все-таки определимся. Есть такое слово базар. Ну там, где машины продают. То есть туда приходят два человека. Два странных человека. Один странный человек хочет машину купить. Другой странный человек хочет машину продать. Как правило, тот странный человек, который вам машину продает, он может вас просто обмануть. Так сумочка то небольшая. Вам неужели сложно заплатить определенную сумму там в пределах, ну 50 долларов, ну плюс-минус, ну грубо говоря, 3000 с половиной рублей примерно, чтобы человек вам пришел, вам, при вас же. Но если вы сильно-сильно захотите, можете пригласить телевидение. Кстати, это самый простой вариант. Я приду с телевидением и посмотрите, что ваш человек будет, который вам человек будет продавать машину, что скажет. Если он сразу скажет, слиняли, то все, забыли. Если вы еще скажете, что у меня свой исключительный спец есть, Павел Базаров, не беспокойтесь, это будет неоднократный сюжет, потому что мы вам покажем, как необходимо вашу машину проверять. Вы этого дела не знаете, но это наверняка знает тот, кто с этими машинами занимается и работает постоянно.